В Доме культуры юбилейный теперь многолюдно не только перед вечерним кинопоказом, но и рано утром. ДК – это один из 23 стационарных пунктов, где принимают заявления от пенсионеров на получение годовой материальной помощи. В их числе и Ирина Антипова. Говорит, даже эти небольшие деньги – неплохое подспорье для пожилых людей. Какое-то подспорье есть, да, не такое большое, но, может быть, в данной ситуации нашей страны сейчас, города, даже это, может быть, будет приятно. Очень удобно, что сделали по району, потому что многие старики, тяжело добираться, сидеть в очередях. На годовую единовременную выплату могут рассчитывать те, чья пенсия не больше 10 тысяч 86 рублей. Это прожиточный минимум для трудоспособного населения края. Эти пенсионеры получат материальную помощь в 840 рублей. Этими деньгами они смогут воспользоваться по своему усмотрению, в том числе компенсировать возросшие платежи на вывоз мусора. Мы сделали это для того, чтобы люди действительно неспешно могли оформить эту выплату. И для удобства оформления этой выплаты все проходит в режиме одного окна. То есть люди приходят в этот пункт. Здесь же наши сотрудники администрации, члены ТОС, они будут помогать в оформлении документов. Благодаря в том числе и таким выплатам курорт продолжает вести политику поддержки пенсионеров, даже несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране. Годовой выплатой в Сочи поддержат более 43 тысяч пожилых людей. Несомненно, в городе много нуждающихся. Мы очень благодарны Анатолию Николаевичу Пахому и администрации города Сочи, депутатам городского собрания Сочи. И всем, кто организовал и проводит здесь организацию оформления этой выплаты. Помимо 23 стационарных, в Сочи до конца месяца будет работать еще 27 выездных пунктов подачи заявлений. Для того, чтобы охватить и отдаленные уголки курорта. Полный список с адресами можно найти на сайте городской администрации. А для того, чтобы избежать очередей в инстанциях, в такие пункты нужно приходить только с паспортом. Каких-то дополнительных справок о доходах пенсионерам получать не нужно. Заявления будут принимать до 30 ноября этого года. Начнутся выплаты уже с 1 апреля. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ.